Приветствую вас друзья на канале MMA Review. Сегодня у нас очень мощный и информативный выпуск, так что устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали! Начнем с небольшого заявления Исраэля Десании, который пообещал стать более крупной звездой в MMA, чем Конор Макгрегор. Я стану более крупной звездой, чем Конор, я иду за этим показателем. Мне даже не нужно их преследовать, это они преследуют меня. В бою с Сильвой я первый игрок. Если бы вы видели ситуацию моими глазами, знали бы мою жизнь, то заметили бы, что все происходит именно так, как я планировал. И все обстоятельства я использовал в свою пользу. Вам со стороны интересно наблюдать, а мне даже еще более интересно видеть мой взлет. Жду с нетерпением момента, когда заберу свои показатели. Далее у нас Дана Уайт, которая собирается устроить третий бой Ди Си и Джона Джонса. Ди Си заслужил подраться снова, он в топ 3. Как он может не заслуживать титульный бой? Это та же история, что и бой с Густавсоном. Все негативно настроены, но это лишь слова. Поверьте мне, когда будет время правильным и все события сойдутся, мы увидим третий бой кормье с Джонсом. Но сейчас Джонс дерется с Энтони Смитом. И на канале ММА Ревью есть этот разбор боя, так что обязательно его посмотрите. Следом Хавьер Мендес, главный тренер в зале АК, высказался по поводу боя Федора Емельяненко и Бейдера. Думаю, Федор нокаутирует Бейдера в первом раунде. По крайней мере, я хочу в это верить, потому что я желаю Федору победы. Если он победит, то нокаутом в первом раунде. Но это будет очень тяжелый бой для Емельяненко. Бейдер хороший боец, заявил Хавьер. Я также надеюсь на нокаут от Федора. И нисколько не расстроюсь, если Бейдер рухнет на первой минуте. Едем дальше. Конор Макгрегор разрывает телефон Даны Уайта, уговаривая его организовать ему поединок. Также говорит, что конечно же хочет реванша с Хабибом, но если он невозможен, то готов к любому бою, сказал Дана Уайт. И теперь перейдем к последним новостям. Атлетической комиссии штата Невада, которая ранее перенесла рассмотрение дела о драке на турнире UFC 229. Как сообщает исполнительный директор комиссии Боб Барнет, комиссия соберется 29 января, где 100% вероятностью будет принято решение по делу Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. И эта дата назначена окончательно. Комиссия готова сделать вердикт и переносить заседание больше никто не собирается. Комиссия также до сих пор удерживает часть гонорара Хабиба. И представитель комиссии требовал личной явки обоих бойцов, либо урегулирования конфликтов в присутствии генерального прокурора штата. И также, что очень интересно, от Хабиба ждут извинений в адрес Макгрегора. Перемирие сильно изменит подход комиссии Невады к потасовке после боя. Комиссия штата Невада ждет личное присутствие Хабиба Нурмагомедова и извинения. Это ему поможет избежать куда более сурового наказания за массовую драку после боя с Конором Макгрегором. Также, что еще стало куда более интересно, если действующий чемпион UFC помирится со своим оппонентом, то наказания вообще максимально могут свести на самый минимум. И сделают это больше для показухи, что мол мы их наказали и так далее. Самое главное, что ждать вердикта осталось недолго. И эти качели с переносом дела закончатся. Да и сам Хабиб подтвердил информацию, сказав, что в начале февраля очень многое станет ясно. А небольшие скандалы Конора и Хабиба в инстаграме. Как мне кажется, это факт того, что были попытки сторон о перемирии, но кто-то навстречу решил не пойти. И друзья, напишите в комментариях, как вы считаете, кто должен пойти первым на примирение. И теперь же новость часа. Многие спрашивают, где смотреть UFC. Ведь ни на Матч ТВ, ни на Сила ТВ больше не покажут прямую трансляцию карда UFC. Ну а сейчас на первый взгляд сделали все запутанно в этом плане. Но немного разобравшись, вроде все достаточно легко. Посмотрим, как это будет на самом деле. Ранние прилимы мы сможем посмотреть на сайте UFC Fight Pass. Там же они доступны первые 7 дней бесплатно. А далее по платной подписке за небольшие деньги. Вроде около 300 рублей в месяц. А вот теперь прилимы и главный карт мы можем посмотреть на Ростелекомовской платформе Винг. И для зарегистрированных пользователей бесплатно. И последняя новость с пометкой срочная. Комментатор на UFC будет наш друг и товарищ с канала Hardcore MMA Давид. Так что уверен будет все как надо. Вот так вот друзья, по сегодняшнему карду думаю уже все в курсе, что все в весе стердауны прошли успешно и ждем бои. И обязательно, просто обязательно смотрите разборы на моем канале. А у меня же на сегодня все. Поддерживайте ролик своим мощным бойцовским лайком. И конечно же подписывайтесь на канал. Всем мир и до скорого.